МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на канале ННТ в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодняшнего дня. Несчастные случаи в Хасавюрте. В результате взрыва бытового газа пострадали 6 человек. Человеку, донесшему мусор до урны, посвящается. В Каспийске после Большого субботника открыли скульптуру напоминания. Дагестанские бойцы продолжают покорять вершины спорта. Нового чемпиона встречали накануне в Махачкале. В Хасавюрте 6 человек пострадали при взрыве бытового газа. Несчастный случай произошел в частном доме. Среди пострадавших трое детей. Все шестеро на машинах скорой помощи доставлены в центральную городскую больницу. Врачи их состояние здоровья оценивают как средней степени тяжести. Сегодня десятки городов и районов Дагестана приняли участие в общереспубликанском субботнике. В общей сложности свою посильную лепту в благоустройство республики вынесли несколько тысяч человек. А в Каспийске тем временем одна из строительных компаний тоже провела субботник. Там было высажено более пяти тысяч зеленых насаждений, покрашены пешеходные дорожки. А кульминационным моментом акции стало открытие скульптуры «Человеку, донесшему мусор до урны». С подробностями Патимат Ханапова. Человеку, донесшему мусор до урны. Жители города уже успели назвать скульптуру по-своему. Но это произведение искусства посвящается далеко не одному человеку. И даже не тем, кто действительно мусор до бака доносит. А каждому из нас. Кому-то в знак благодарности, а кому-то как напоминание. Напоминание про идеалы, чистоты и порядка самым неординарным способом. Креативная идея, которого принадлежит сотрудникам строительной компании «Арси Групп». По улицам мы видим, что наши технички, технички города, наши управляющие компании выметают мусор именно рядом. Не в урне, они его не из урны вынимают, а рядом. И это на протяжении нескольких лет было нами замечено. В какой-то момент мы поняли, что почему бы не напомнить нашим горожанам о том, что есть урны для этого. Чтобы они доносили. Рабочее название произведения примерный каспийчанин, но авторы отмечают, что оно для всех дагестанцев, без исключения. Изготовили саму скульптуру в Дербенте. Работу доверили мастеру Акифу Абасову, который высоко ценит свою причастность. На работу ушло около месяца. И вот работалось очень легко, приятно было. Сама идея очень, как говорится, шикарная. Это как дорожный знак, понимаете. Когда вот едет человек на машине, он знает поворот налево, поворот направо. И вот человек увидит, раз увидит, два увидит, на третий раз все равно он донесет, совесть сыграет, донесет мусор и бросит в урну. Примерного каспийчанина установили в самом людном месте, в городском парке у фонтана, чтобы каждый день как можно больше людей задумались. Тойт отметит, что открытие скульптуры прошло как завершение массового субботника, где улицы города приводили в порядок свыше 400 человек. Чистили, белили и красили. За три с лишним часа участники акции убрали территорию, равную двум полям Анжи-арены, начиная с улицы Ленина и заканчивая проспектом Халилова. Я хочу, чтобы мой город был красивым, ярким, зеленым. И каждый человек, который живет в этом городе, обязан, я считаю, заняться именно таким делом, благородным делом, прийти на субботник и оставить свой вклад. Большая часть людей была занята посадкой. Более пяти тысяч зеленых насаждений за день. Это цветы, кустарники и деревья. На самом деле очень приятно, что абсолютно все поддерживают. С каждым годом становится все больше и больше. И даже немножко, наверное, не хватает, как сказать, фокусировки, чтобы успеть за всеми. На самом деле людей становится все больше и больше. Организаторы отмечают, что такие субботники уже стали для них традицией, которую, следовательно, они будут продолжать, привлекая все больше и больше людей, приобщая к чистоте, к любви родному краю и природе. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. В самом древнем городе Дагестана появится новый символ. Надпись «Дербент» высотой до 9 метров будет установлена уже ко дню Победы. Буквы смонтируют под башней семи легенд в районе Соснового Бора. Уже сегодня по распоряжению главы города Хизри Абакарова рабочая бригада приступила к работам. Как отметил Хизри Абакаров, это должно стать одной из визитных карточек города. Работу планируется завершить до 9 мая. Дагестан славится алимами. С такими словами выступил муфти Дагестана шейх Ахмад Афандин о мероприятии в Хасаверте, приуроченном подведению итогов Всероссийского конкурса молодых алимов и хафизов в памяти Саидбека Даитова. На мероприятии также присутствовали почетные гости из Северокавказских республик и регионов России, ученые-богословы, представители исламских образовательных учреждений и другие. Призовой фонд был учрежден компанией Киргу. Участников оценивали по следующим номинациям. Намаз, знание Корана наизусть и исламские науки. Победителям и финалистам были вручены ценные подарки, среди которых были даже автомобили. Желаю, чтобы Аллах вам дал возможность следовать тому, что вы знали. Дагестанцы очень богатые народы. За это тоже хочу благодарить Аллаха. Мы дагестанцы и среди нас есть алими. Вот наши богатства. Можно сказать, два богатства у нас. И алими, и многонационный Дагестан живут в братстве, дружбе и нерадичане. Дай Аллах, чтобы вот эти два направления у нас каждым днем, если я скажу, с каждым годом будет мало, каждым днем пускай отцепляют нас Дагестан. Золотые правила нравственности постигали накануне учащиеся начальных и средних классов. Конкурс под таким названием прошел на базе Медицинского колледжа имени Башларова. Во втором этапе конкурса приняли участие ребята со всех районов и городов республики. Жюри оценивало у конкурсантов знания о своем родном крае, исторических местах и умение держаться перед аудиторией. Был оценен также и самый красивый национальный наряд. В тот же день старшеклассники и студенты вузов на базе ДГИ защитили свои проекты на тему «Край мой родной Дагестан». Участие в конкурсе приняли ученики 29 школ и 14 образовательных учреждений. Хроника войны, детства и высокогорной Кубачи. В конференц-зале Национальной библиотеки состоялась презентация книги Ахмедхана Ниналалова «Игры памяти». Символичное название не просто так. В книге собраны воспоминания писателя о детстве, которое пришлось на Великую Отечественную. Об учебе в Кубачинской школе, о жизни в Баку и работе. Ключевое место в книге занимают рассказы о семье и родственниках. Сын Ахмеднаби Саид, который сегодня презентует книгу, с гордостью подмечает. Идею написания сборника подал отцу именно он. Когда папе исполнилось 80 лет, я папу попросил. Папа говорит, вот такая ситуация, у тебя растут дети, внуки, правнуки. Им оставил воспоминания о детстве Кубачи, о молодости, о школе, о том, как ты жил. И он начал писать. Потом некоторые рассказы вышли из журнала «Дагестан». Оказалось, вещи читабельные, интересные людям, но, к большому сожалению, в беде наш папа скончался от тромбы неожиданно совершенно, не успел дописать. На презентацию сегодня пришли родственники, друзья, коллеги-читатели. Каждый выразил свои теплые слова в адрес талантливого автора. Книга выходит в серии «Кубачинская библиотека» в трехстах экземплярах. И к новостям спортивным. Копилка бойцов из Дагестана пополнилась очередным достижением. Эльдар Эльдаров стал первым российским чемпионом лиги «Брейв». Обладателя престижного титула встречали накануне ночью в аэропорту Махачкалы. Здесь, несмотря на позднее время суток, собрались сотни его болельщиков. Это родственники и друзья. Все те, кто с замиранием сердца следили за последним выступлением Эльдарова. Пояс чемпиона дагестанский боец завоевал на турнире в Иордании. Там он единогласным решением судей одолел спортсмена из Эмиратов Мунира Лазеса. Приятно удивлен. Столько людей пришло. Пришли однокурсники, одноклассники, дворовые пацаны, земляки из Хунзахского района, родственники. И столько людей, когда увидел, я понял, насколько было важно одержать победу в этом бою и обрадовать всех этих людей. И, конечно, было очень приятно. Эльдаров не станет почивать на лаврах и после короткого отдыха вернется к тренировкам. Впереди защита титула и поединок намечен на сентябрь. Ежегодное спортивно-патриотическое мероприятие «Весна Дагестана» прошло у подножия горы села Новый Черкей. В нем приняло участие 50 команд со всего Дагестана. 250 участников соревновались в различных спортивных дисциплинах. Свою выносливость они показали при прохождении эстафеты выживания, силу в перетягивании каната, ну а меткость в стрельбе из лука и винтовки. Также участникам предстояло продемонстрировать свои интеллектуальные способности, отвечая на вопросы исламской викторины. Специальное состязание было на умении правильно оказывать первую помощь. Первое место заняла команда КК Юрт и стала обладательницей Кубка. Всех призеров наградили грамотами и ценными призами. Основную часть нагрузки на себя взяла молодежь селения Новочеркей, за что им огромное баркало. Большое спасибо, что организовали такой прекрасный праздник для нас. Несмотря на погодные условия, тяжелые погодные условия, мы знаем, были ветра, дожди. Молодежь Новочеркей ежедневно выходили на это место и готовили для нас праздник, за что им большое спасибо. Благодарность мы хотели бы выразить Муфтиату, который всегда нам оказывает поддержку во всех начинаниях, а с патриотом молодежи Кизюрского района, а также, в частности, особенная благодарность именно молодежи Новочеркее. Это были все новости на сегодня. Удачных выходных, всех благ и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин